Уже более полугода в здании санатория-профилактория Харциского трубного завода действует волонтерский пункт помощи беженцам. Люди прибывают сюда из разных городов и поселков Донецкой Республики, попавших в зону активных боевых действий. Проблемой их размещения занимается общественная организация Комитет беженцев Харциска. На сегодняшний день в профилактории нашли временный приют 112 человек, в том числе 24 ребенка. Все они нуждаются в зимней одежде и обуви, в продуктах, питании, средствах личной гигиены, лекарствах. После того, как в эфире телекомпании ТВ-сфера вышел наш сюжет о проблемах беженцев из профилактория, харцисяне подтвердили свою репутацию людей отзывчивых, умеющих при любых обстоятельствах не отстраняться от чужого горя. На второй день после выхода репортажа к нам уже потянулись люди, пошли звонки. Телефон у меня не умолкал ни днем, ни ночью и до сих пор телефон не умолкает. Очень много людей откликнулось о нашем репортаже. Большое спасибо всем неравнодушным, кто нам помог в этой тяжелой ситуации. Пенсионеры отрывали от себя, может, последнюю копеечку приносили. Какие-то игрушечки, какие-то фрукты детям, печенье, очень много вещей. Дедушка, у нас был дедушка, приехал, нам привез два 10-литровых ведра меда. Где-то килограмм 30 меда. Наши детки зимой будут нам чем их немножко лечить. Среди тех, кто откликнулся на призыв помочь людям, бежавшим от войны, были и целые коллективы. Например, учителя и ученики Харцисского городского лицея номер один собрали для детей-беженцев канцелярские принадлежности, детские книги и игрушки. Лицей номер один, бывшая школа 24, объявили у себя типа тендера. Деточки собирали канцелярию для наших учеников, игрушки, книжки, одежечки, обувочки, носочки, колготочки. Очень много людей, которые на данный момент нам помогли. Сегодня профилактории в спешном порядке готовят к зиме. Утепляют помещение, заклеивают окна. С приходом морозов также остров стал вопрос дефицита медикаментов. На данный момент нам нужны лекарства детские, жаропонижающие, от кашля, противопростудные, противовирусные. Пару градусников нам нужно, лампочки нам нужны. Нужны лампочки по 60 ватт, около двух десятков нам нужно. Утепляйте ли для окон, потому что третий и четвертый этаж окна старые, деревянные, сифонят. Напоминаем, что помощь беженцам можно принести непосредственно в профилактории ХТЗ на улице Кондратьева, 4, в любое время. Справки по телефону 095 123 39 36. Продолжение следует... Продолжение следует...